всех приветствую всем здравствуйте 28 марта у нас прекрасная весенняя погода но еще так прохладно ну разогреет снега уже практически не осталось завтра планируется поездка в лес на разведку посмотрим какая там сейчас атмосфера вот не хочет выпускать эти дни в общем это будет завтра а сегодня у нас вот такое видео попозже я его удалю что делать если сотрудник не годен к работе по заключению медкомиссии я смотрю пока что строить не может что делать же мы таким случае сроки и документы оформить видите здесь нет я сейчас разовью свою мыс попытаюсь все этого 20 минут уложиться вот здесь нет никакой социальной поддержки так что ребята кто с этим сплотнется да мне уже писал парень один по состоянию здоровья он просто на разрыв на двух работах но здоровье то не железное подвело вот то ли давление то ли сердечко начало барахлить в общем возможно не прошел по кардиограмме там или не вот могут на полгода говорит без содержания год что мне делать а у меня двое детей и еще кредит нормально про социальные вы забудьте никакой социальной поддержки даже и не мечтайте ее нет почему я с этого начал а то что вот у меня там видео было где-то не так давно буквально там может быть недели две назад мы проходили медкомиссию как я его прошел две таблетки катакрила не реклама у меня давление сбил а у нас двое из троих электриков не прошли комиссию то есть работать некому у нас сейчас слесарей два один умер дядя толя царство небесное второй позавчера работает с раком с онкологией и два раза у него был инфаркт его оттуда в реанимацию возили вот оклемается опять пенсию не дают так что мы сейчас вот двое и там на смене двоих не хватает как минимум нормально да ну так вот двое у нас не прошли двое электриков не знаю там мог в общем надо сейчас так что говорит таких случаях ну я не буду сравнивать советскими временами вот потому что мы те кто дожил до этих пор и кто сейчас вот с этим связан и проходят эти комиссии люди замученные вот этими реформами девяностыми и так далее и так и тому подобное это под 60 60 и за 60 какие-то могут быть комиссии а то мадам там 1 до рассказывать мне давай про о правильном питании я говорю вы чё у меня зарплата 30 тысяч какие там эти раздельные питания там и так далее там мясо отварное ведь в общем смешно даже мы тридцать ну вот вот еще тоже жрет все подряд на чем видели да на чем роллтоны дешевые сосиски вон у меня кот не жрет а что поделаешь ведь так живут многие очень многие на дежурках зарплата как правило маленькая так что вот сегодня я там хотел с утра сегодня по дождать там должен был подъехать этот не было его не знаю сегодня буду звонить узнавать так что вот а ведь могли не допустить еще со вчерашнего дня потому что человек сейчас начал проходить повторную комиссию у себя уже по месту а значит что это такое по месту это уже если по скорому то надо платить вот и не именно по тому направлению у человека сахар под 20 он даже об этом не знал только мог догадываться ну не как бы вроде на здоровье оказалось что сахарок большой у кого-то сердечко у кого-то давление вот это при том что еще предпенсионеров таких недопенсионеров объявили люди которые можете забыть большинство это я говорю но процентов под 90 80 до пенсии до этой не доживут но это как бы и не сама цель до нее дожить но доживете если у фортуна улыбнется было если фортуна улыбнется а дальше что минимальная пенсия вот сейчас пенсия сами знаете на нее просто прожить нереально как бы да вот и говоря о том что уже пенсионеры и предпенсионеры там скидок никаких по этим соцкартам я специально объездил и в москве и подмосковье тем паче подман подмосковье карты вообще московские не действует даже на автобусах подмосковных вот и здесь то скидок никаких по этим картам нет ни в магазинах если есть то копейки это до обеда по аптекам то же самое лекарств бесплатных не выписывают это когда-то там что-то было там в советские времена вот ну естественно все было по-другому вот это стоит огромных денег о чем там я говорю это просто со здравым смыслом даже никак не вяжется говорю просто еще люди говорю с подготовкой с огромным трудовым опытом и стажем вот порой просто ими разбрасываются знаете как отработал но оно так и есть как резьба на болту слетела выкинули нахер другой замены да не будет другой замены не будет посмотрите везде берем там где толково да со стажем работы а где он этот стаж он годами нарабатывается это вот эти вот эффективные менеджеры ну так вот по социалке если кого не допустили до мета осмотра сейчас дочитаем я думаю там как раз все это уместится разбираем подробно в заключении должен быть указан срок в течение которого работник по состоянию здоровья не может выполнять прежнюю трудовую функцию до четырех месяцев более четырех бессрочно этот срок появления противного случая станет той отправной точкой от которого будут отталкиваться стороны трудовых отношений в поисках приемлемого варианта дальнейшего сотрудничества какие варианты могут быть в какой всячески будут намекать и здесь сам вот этот вот это писанина намекает на то что человек ну то есть ты уже не нужен мы не хотим вот давай увольняйся изменение условий труда ну вот примеру в большинстве случаев если работник сможет выполнять прежнюю выполнять прежнюю функцию при незначительном изменении условий труда можно оставить на прежнем месте ну в основном это не бывает потому что как правило прежних мест тоже не бывает вот тут просто вчера был разговор на планерке там просто конкретно то здесь вот до четырех месяцев до четырех месяцев а это может быть и на следующий день там идет речь именно о увольнении это 76-77 статья КЗОД все просто поменять а что как человеку даже если к примеру вот эти 3-4 месяца жить на что и это вообще об этом даже не упоминается если человек ведь мы в большинстве своем именно на этих работах гробим свое здоровье на дежурках на каждый день на 12 и так далее на каждый день разве это непонятно просто это дичь дичь Федя дичь например медкомиссия запретила работнику поднимать тяжести свыше 5 килограмм если это ограничение не ну это ерунда конечно в основном это касается сварщиков но это и то было в советское время особенно кто варил ну то есть непрерывные швы вот там сварщиков даже до 3 килограмм и то не по медицински а по непосредственным условиям работы чтобы рука не дрожала вот ну а здесь вот до 5 ну кто будет с этим просто просто выкинуть нахер и все так какие документы нужны оформить приказ руководителя об установлении особых условий труда для этого работника дополнительное соглашение к другому договору возможно ну вчера по крайней мере речь шла там приказ сразу приказ там звонит сразу этот допустим Петров Иванов там комиссию не прошли вот небольшое время для разбора полетов вот потому что как правило они дают направление в местной поликлинике там вот здесь и есть об этом упоминается то есть пройти повторное исследование комиссию вот и все потом приказ и гуляй, Вася выплаты за двухнедельный за отпуск там так трудовая инспекция вправе назначить работодателя за доп... а, наказать работодателя за допуск сотрудника ну я вас умоляю должностное лицо может зашивать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей а, организацию от 100 ну и это все перевод на другую работу тоже если постоянный здоровый работодатель сможет работать в прежней должности работодатель должен предложить ему подходящие вакансии которые есть в компании как правило этого нет это статья 73 ГЗОТ трудовой кодекс ну я говорю ГЗОТ он так назывался в зависимости от срока указан медицинского заключения новое место может быть временным или постоянным ну я вчера видел это заключение вот никаких там ничего там не описано там просто не допустили и даже не описано что именно то есть по какому состоянию цифры там есть возможно это как шифры ну предложенная работа должна быть подходить сотруднику по квалификации состояния здоровья предложение со списком свободных вакансий можно оформить в произвольной форме важно работодатель не обязан предлагать место с более высокой оплатой или квалификацией как же конечно но если на новой должности оплата будет ниже то в первый месяц после перевода работнику нужно выплатить средний заработок по прежней работе да только это называется середняк ну вот как правило тут есть оклады да скажем там уже надбатки там типа премиальные вот будут брать к примеру середняк с оклада там вообще три копейки сотрудник который переводит повреждение здоровья но это тоже неоднозначно человек может быть руку ногу сломать травму на производстве а это разные вещи а могут квалифицировать вот под эту фигню это называется несчастный случай на трудовом месте даже если вы идете и едете на работу или с работы подскользнули к примеру подскользнулись упали сломали ногу не дай бог или руку там чего это будет считаться травма на производстве вот а они могут как это уже тоже квалифицируют просто не прошел по здоровью нет это разные вещи создается специальный ну то есть разбор полетов вот и так далее тому что поэтому оплата проводится сто процентов должна быть если если не знали во всяком случае так было вот до последнего времени вот такие были так иногда подходящие а так сотрудник который переводит полученного на работе нужно выплачивать средний заработок по старому тарифу до тех пор пока он не выздоровеет или не оформит инвалидность ну если там в правике написано не ограничено вот но не дадут я же тоже говорил даже чуть ли не без ноги блин это стараются тянуть чтобы не давать инвалидность нужно деньги платить да да кстати про деньги кто сейчас недопенсионеры наверное тоже знают да то есть ваши пенсии вернее как вы же ну это уйдет фонд а фонд это вообще добровольное пожертвование между прочим вот и там они уже сейчас кстати этого пенсионного фонда не существует там сейчас они срослись каким-то социальным концов не найдешь вот ну и денег вы тоже не найдете мало того после смерти к примеру большинство тех кто не доживут поди потом еще денег не прописано нигде что эти деньги сохраняются я не нашел то есть законно чтобы был счет как в принципе и хотели как даже так скажем недоразвитых некоторых странах у человека счет это его деньги это его средства он им вправе располагаться или просто там как-то можно реформировать скажем брать там скажем ежемесячно потому что ну нищета кругом по-любому все сразу снимут деньги потому что нужно на что-то жить нужно деньги на операции на лекарства и так далее и тому подобное вот как к примеру в Вьетнаме можно взять сразу всю сумму по-моему так по-моему Вьетнаме ну в некоторых странах есть или там разбросают на тот срок когда насколько удобней там на скажем 10 лет вот или сразу взяли договорились с детьми дети содержат родителей вот к примеру ну зато вот они построили дом на эти деньги да тут просто говорят дичь так иногда подходящей вакансии в компании нет но терять хорошего работника руками не хочется как лучше поступить можно ввести в штатное расписание новой должности ну конечно это статья 72 2 переводно так какие документы нужны так когда нужно отстранение от работы бываешь сотрудник которому нужно временно перевод на до 4 месяцев вот до видите как везде у них законы то есть размыто до до 4 месяцев допустим могли бы дописать не меньше там или не раньше месяца вот до 4 а то просто до 4 это может быть вообще один день то позвонили там Иванов не прошел комиссию и тут же херагли с работы и уволили и все выплатили ему там за 2 недели отпускные там и все гуляй Вася и тут же блин нашли другого от него отказались или предприятия нет свободных вакансий в таком случае вот работодатель обязан отстранить сотрудника от работы на весь срок указанный в мест заключении вот однако на срок отстранения за сотрудником нужно сохранять его место вот вчера об этом мы тоже говорили вот но просто могут приказом уволить и все ну тут намек что ну по собственным жерам потому что выживать тоже как нужно и вот что представьте себе люди сердечники все с давлениями там и сахарным диабетом известно дело идут искать и идут на новые работы искать это что замкнутый круг это верный погибель это путь в никуда хотя по большему счету как посмотреть а вот начислять зарплату за этот период ему не надо если иное не предусмотрено трудовым коллективным договором или законодательством это 73 тк вот то есть зарплаты ему за это не полагается вот потом раньше были эти санаторнии там профилактории и так далее у каждого предприятия практически были свои я уж не говорю о пионерских лагерях и здравницах вот это была главной заботой о здоровье трудящегося вот одно из главных об этом тут вообще ничего не упоминается потому что этого сейчас нет а если есть то плати пожалуйста езжай за свои бабки и то как вопрос там останется за тобой место там договориться там на какой-то срок а что изменится если у человека сахарный диабет что изменится через месяц да можно конечно таблетками сбить перед скажем перед тем как сдавать кровь да там вот сбить сахар ну да вот у меня бумага все нормально там как вариант и все это прекрасно понимают уже работать некому тем более за тридцатку а то ведь и меньше мне парень писал 16 тысяч говорит мотаются по всему городу по заявкам сутки говорит две работы говорит у меня тридцатки не выходит вот так вот на двух работах свободной вакансии так произвольной форме один из трех так сколько там осталось ой все будем заканчивать 20 минут в общем вот такая ситу явина увольнение все равно требует перевода на больше ну какие там переводы увольнение производится по восьмой части первой статьи гзот 77 вот и все так что вот такой сегодня видосик всем пока спасибо информация вся есть любой может это набрать и посмотреть желаю всех благ не болейте